Братья и сестры, я вас приветствую. Наверное, у нас собрание сегодня до 12 не затянется, чтобы уже сказать, что поздравляем с Новым Годом. Но я вас по-английски хочу поздравить, потому что в Лондоне как раз вот 16 минут назад наступил Новый Год. Поэтому, братья и сестры, с Новым Годом всех поздравляю. Слава Богу, что мы собрались в Доме молитвы, чтобы этот год старый провести и подвести итог. И о чем еще говорить на новогоднем собрании, как и не в прошедших годах, а времени, о том, что уже ушло вечность. Остались только воспоминания. И тема, которая сегодня избрана, дорожите временем. И мы читаем текст Писания, который записан в послании к Ефесянам, 5 глава, с 15 по 16 стих, 2 стиха. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Я думаю, вам хорошо известно выражение или ответ людей, когда говорят «нет времени». Мы тоже используем часто это выражение «нет времени», у нас нет времени. И часто и люди вокруг нас, и мы тоже, мы обманываем друг друга и обманываем собих себя, когда говорим «у нас нет времени». Представьте такую ситуацию, вас зовут, особенно вот молодые ребята, я был молодым, и когда у тебя есть друзья не только в церкви, а где-то еще одноклассники, может быть соседи, какие-то сверстники, и тебе говорят «знаешь что, давай в воскресенье, я тебя приглашаю, хорошее мероприятие будет, оно не христианское, и вы знаете, что вам там не место быть, но вас туда зовут». И вы постеснялись сказать, что вы христианин, вы постеснялись сказать, что знаешь что, у нас принято у христиан, что воскресенье день для Господа, мы проводим его вообще не с верующими, и вы просто отмахиваетесь от этого приглашения, говорите «у меня нет времени». Нет времени. И человек-то понимает, ну все, отстань, времени нет, о чем дальше говорить, куда тебя уговаривать. Времени нет, человек занят. Вас просят о помощи, но вы отказываете, ссылаясь на то, что у вас нет времени. Вы понимаете, что в вас нуждаются люди, но вы сами себя успокаиваете и говорите «у меня нет времени, и то, и то, и то». Перечислили себе в мыслях весь ваш график жизни, все ваши планы, чем вы занимаетесь, то я и так достаточно делаю, и отказали в помощи нуждающемуся. Вы слышите призыв к служению, миссионерская поездка, помощь в молитвенном доме, в лагере нужна помощь, на участке, водителям нужно кого-то встретить и множество других видов служений, где мы слышим призыв, и мы сидим, и кажется, Господь к нам говорит, и мы хотим это сделать, но соглашаемся с тем, что у нас нет времени, что мы не можем это совершить и говорим «времени нет». Что мне, разорваться? Знаете такое выражение? Кто-то говорит, везде одних и тех же зовут, обращаются, конечно, в основном обращаются часто к тем людям, которые не отказывают, и им кажется, что они одни находятся. И много есть в жизни ситуаций, когда человек говорит «нет времени». Вы хороший человек. Если вы христианин или просто порядочный, вы же стараетесь жить по совести, или вы стараетесь жить по Писанию, но вы также, если проанализируете себя, свою жизнь, вы соглашаетесь с тем, что на многие вещи у вас нет времени. Если вы относитесь к этой категории, и вы можете себе ответить и сказать «да, у меня нет времени на то и на то», тогда давайте посмотрим, а кто же является источником времени. Мы, как верующие люди, ищем ответ в Писании. И вот Деяние святых апостолов, 17 глава, 26 стих. «От одной крови Он, Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Мы прочитали текст, где написано, что Бог установил время для человека и пределы обитания. Он на земле ограничил пределами обитания народы, людей. Мы ограничены часто в пространстве, в перемещении. И Бог установил время каждому человеку. Для чего? Мы прочитали сейчас ответ, для того, чтобы человек нашел Бога. Чтобы каждый человек, живущий на земле, в первую очередь нашел Бога. Когда человек находит Бога, тогда он узнает волю Божию. Чего хочет от него Бог? Если до встречи с Богом человек жил так, как хотел, то после уверования, после того, как он нашел Бога, он хочет узнать, «Господи, а как Ты хочешь, чтобы я жил?» Если до встречи с Богом человек тратил свое время так, как он хотел, по своим желаниям, по своему усмотрению, то когда человек встречается с Богом, узнает Бога, он хочет узнать, «Господи, а как мне теперь тратить свое время?» Он ищет ответы в Писании, «Господи, я хочу время тратить так, как Ты этого желаешь, чтобы оно было потрачено правильно, использовано правильно». Бог доверил человеку планировать время и наблюдает за нами. Я хочу обратиться к детям, привести небольшой пример. Дети, все, кто меня видят, скажите, кто дома держит попугайчиков? Рыбок, поднимите руку, есть кто-то дома попугайчиков держит в клетке? Не вижу. Рыбок, кто-то держит рыбок в аквариуме? Есть, в Ванессе. У кого еще есть рыбки в аквариуме? Есть у девочек. А у кого есть хомячки? Ни у кого нет? Есть хомячок, хорошо. У меня в детстве тоже были и попугайчики, и рыбки, и хомячки. И вот когда человек заводит себе домашнего питомца, может быть, взрослые вы выросли, но в детстве у вас были такие питомцы, когда вы себе приносите домой в клетки попугайчика, вы хотите, чтобы он там чирикал вам, чтобы он там прыгал, крутился, развлекал вас. И когда он сидит целый день в углу и не чирикает, ничего не делаете, вы думаете, не тот попугайчик, нужно его сменить. Если вы завели рыбок, и они постоянно прячутся где-то в водорослях, или в каком-то домике, или в кораблике, и они вас не радуют, вы хотите сменить рыбок. Если вы купили хомячка и думаете, сейчас он будет там лазить, играться, дети будут смотреть, как он будет колесо крутить, а хомячок где-то там спрятался, зарылся в опилке, и вы его никогда и не видите, вы думаете, что-то не такое животное. Но Бог-то его создал не для этого. Бог создал такое животное не для того, чтобы он развлекал человека, а для того, чтобы он радовал Творца, и Бог заложил в него определенные инстинкты, которым следует это животное. Я просто задумался. Смотрит на нас Господь не как на животных, а на творение, подобное Ему. Написано, Бог создал человека по образу своему, дал разум нам. Мудрость, ум смотрит на нас. Иногда мы похожи на этих хомячков, которые там копошатся. Хозяин подходит к аквариуму и говорит, у тебя есть место жительства, у тебя по расписанию пища, у тебя безопасность, да ты только барабанчик крути, тут меня развлекай, и все будет хорошо. А он нет, в углу аквариума норку сделал, залез туда, еще пищу туда прячет, как будто бы ему не хватит, и еще и боится прячется туда. И мы думаем, что за животное такое? Потому что у него инстинкты, заложенные Богом. Он знает, что такое самосохранение, он знает, как ему нужно жить, и хоть на свободе, хоть в аквариуме, он послушный своему Творцу. Как Бог смотрит на нас? Как мы себя ведем? Порой все вот эти ценности наши, которые земные, которые апостол Павел говорит, что это все мусор, он все почитает за ссор, мы порой этому настолько привязаны, настолько уделяем внимание, столько тратим на это время, что Господь с небес смотрит на нас, думает, это же мое мудрое творение, я же могу оградить, я же могу лишить, могу забрать, могу послать какие-то бедствия, время могу остановить в жизни этого человека, а он тратит его впустую. вы скажете, но ведь невозможно везде успеть, столько вокруг нужд, столько вокруг дел, столько вокруг всего нужно сделать, я же не могу все успеть, и вы будете правы. конечно, мы не можем все успеть, мы не можем все сделать, поэтому мы прочитали в послании к Ефесянам, что Бог призывает относиться к времени осторожно. я вспоминаю пример такой, когда в Украине жили и приглашали людей на большие евангелизации, на собрания соседей приглашаешь, и вот знаете, какой часто ответ у людей, может быть, вы согласитесь, и у вас такое было, когда приглашаешь человека в воскресенье на мероприятие, один из ответов был, мы едем на дачу или на огород, у вас такое было, братья и сестры? можно понять таких людей? человек проработал всю неделю на заводе, у него два выходных, суббота и воскресенье, в воскресенье он поехал на дачу, что-то посадил, в воскресенье нужно пойти полить, и это все понимают по-человечески, конечно, человек и отдохнуть хочет на природе, но мы как христиане, понимая ценность души, мы хотим человеку, чтобы он душу спас, и мы ему говорим, оставь этот огород, пойди на собрание, Виктор Гам приезжает, мы тебя заберем, привезем, послушаешь, назад привезем, хочешь, с дачи заберем тебя, туда и назад отвезем, человек находит в себе оправдание, говорит, нету времени, надо туда, и мы же понимаем, потому что, конечно, мы христиане, и мы понимаем, что душа ценнее, Бог не даст дождя, Бог не даст урожая, и то, что человек время провел на этой даче, выйдет ему впустую, мы же знаем, что если мы наоборот, оставим это, пойдем, что-то лучшее сделаем, то, что Господь от нас хочет, мы получим благословение, но мы часто забываем, как христиане, как духовные люди, часто забываем, чего Господь от нас хочет в повседневных делах, мы можем сравнить такие масштабные, когда человек не верующий, не хочет идти на собрание, когда мы что-то делаем, не то, что хочет Господь, и тратим время не на то, что хочет Господь, как Он смотрит и как Он оценивает нас. Мы прочитали в послании к Ефесянам, что временем дорожат мудрые, но Соломон еще долго до апостола Павла написал в книге Екклезиаста, 8 глава, 5 и 6 стих, 5 стих, вторая половина стиха, «Сердце мудрого знает и время и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав». Устав – это свод правил или закон. Соломон говорит о законе Божием. Мудрость заключается в том, чтобы время распределить согласно ценностям Божиим, по Писанию. Писание призывает нас сравнить ценности с Божьим законом и согласно им распределять время. Вот мудрость в чем. Мы не можем везде успеть, мы не можем на все нужды ответить, но мы можем подойти с мудростью. Если мы знаем, что действительно мы отказали человеку в помощи, но не потому, что мы просто прошли мимо него, что мы сделали что-то другое просто в пустоту, время подводить итог. Прошел год, и мы смотрим и оборачиваемся назад, прошли 12 месяцев, как год прошел у нас. И согласитесь, братья и сестры, что часто мы знаем, как нужно поступать и чего хочет от нас Бог. Но наша плоть мешает нам. Не сделали чего-то для Господа не из-за того, что у нас не было времени, а потому, что мы просто захотели что-то сделать в угоду своей плоти. Мы не провели время с семьей или не сделали что-то для семьи не потому, что у нас не было времени, а потому, что мы выбрали что-то более ценное для себя. когда смотришь, и даже по своим детям растут, и думаешь, как важно не упускать каждый момент. И так легко обмануться, когда подумаешь, а не сегодня, а завтра. Бывают дети маленькие, пока малыши прибывают, папа, почитай мою любимую Библию, почитай мою любимую Библию. И бывает такой уставший уже после работы, уже как бы помолиться и спать, и ты понимаешь, что нужно ответить, ребенок хочет. Придет время, и немножко ребенок постарше, и он не отвергает, когда ты предлагаешь ему, давай почитаем, давай. А приходит время, ребенок повзрослел, и уже и времени не столько нет, и уже не так интересно, чтобы папа читал, и нужно, чтобы ребенок уже сам читал. Это время можно упустить легко. Только скажи себе, да устал, да ладно, завтра. Пройдет и неделя, забудешь и не сделаешь. А сколько нужд мы могли удовлетворить в этом году? Сколько мы могли бы сделать добра, и не сделали только потому, что мы время направили не туда? Неправильно поставили время. Есть грусть об упущенном. Всегда, когда подходит конец года, какая-то грусть есть. Господи, что-то не успел, что-то неправильно сделал. Но есть и радость. Еще Господь, если нас сегодня здесь собрал, значит и сегодня еще есть минуты для того, чтобы менять жизнь. Значит, Господь продлевает жизнь, чтобы менять. Но есть и радость. Братья и сестры, кто-то этот год жил, славил Бога и старался использовать время правильно, мудро. Ведь мы и в прошлом году говорили на будущее, наперед, что давайте менять и исправлять жизнь нашу. И может быть в этом году у всех получилось прожить правильно. Каждый постарался что-то сделать, распределял свое время, распределял так, чтобы Господь радовался. Сегодня мы на собрании и радуемся. У нас радость, что, Господи, год прошел недаром. Если мы посмотрим даже на жизнь нашей церкви, нам есть за что поблагодарить Бога. Был совершен труд. Мы видели рождение деток новых. Мы видели кающихся грешников. Мы видели сформированные новые семьи. Мы совершили разный труд для Господа. Бог давал для этого время. Мы его использовали. За это мы должны Господа поблагодарить. Господь давал нам и физические силы, и финансы давал, и способности, и нужных людей давал для совершения того или другого труда. Это все Божья милость, братья и сестры. Что этот год прошел, и мы можем посмотреть назад и поблагодарить Бога. Дорожите временем. Пусть эти слова останутся в нашей памяти и на следующий год. Чтобы мы дорожили временем, потому что дни лукавы. Чтобы не обмануться нам, не обманывать самих себя, быть честными. Чтобы не просто говорить, нет у меня времени. А если нужно, объясните, а почему нет времени самому себе? А почему? Может быть, неправильно я его сформировал? Пусть Бог нас благословит. Я призываю сейчас вас к молитве, к молитве благодарности за прошедший год, за то время, которое Бог давал нам использовать, и которое мы использовали для Его славы. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok